добрый день друзья и сегодня 5 рубрика пока греется трактор сегодня мы с вами будем говорить о деньгах и о конкуренции и о эго какую роль она в этом деле играет и так большинство из вас говоря о деньгах там особенно когда денег не хватает говорит это у меня родовые программы это мой рот был раскулачен это мой рот был там убиенный и поэтому вот у меня в этой жизни так не везет об этом еще помогают говорить расстановки об этом помогают говорить добрые люди и вот так ответственность за свое финансовое положение за свое проявление выносится народ в этом на самом деле есть смысл потому что мы действительно получили какие-то свои программы и получили какие-то поведенческие реакции получили какие-то какие-то в том числе и уже готовые сюжеты для проживания от рода это правда так есть но вот смотрите рот находится ваш в прошлом и в будущем каким образом какой веревкой рот пристегнулся к хвосту и диктует вам ваш материальный статус какой механизм при этом задействован моменте здесь и сейчас проявлено лишь физическое тело а физическом теле проявлен характер человека его личностные характеристики его инстинкты поведенческие реакции и так далее то есть программное обеспечение которое записано на диске эго ум высшее я вот этот дисочек на самом деле и содержит все то неосознаваемое это что надо осознать и благодаря роду тоже и таким образом программы и ограничения связаны с финансовым положением с финансовым статусом очевидно прописаны на этом диске вот смотрите на этом же диске прописанные программы конкуренции и этот диск формирует эго ум и высшее я то есть это все будет идти через сценарий через проявленный в мире какой-то сюжет который придется прожить для того чтобы осознать для того чтобы осознанно заменить да но на самом деле когда я говорю осознанно заменить по сути дела по сути дела через игровой диск идет попытка вытолкнуть неосознаваемые животные реакции человека и включить в человеке человека вот смотрите как это влияет например когда стыкуются программы конкуренции и программы эго банальный пример человек устраиваться на работу да когда он устраивается на работу сейчас как здесь у меня стоп включается человек устраивается на работу и он никогда не говорит о деньгах он согласовал зарплату все а дальше он приходит работать не какие деньги мне интересно мне нужно я горю я я я и вот смотрите если работодатель уменьшит при этом зарплату если он ее не доплатит то реакция у человека либо он сомкнется не зажмется внутри ничего не будет делать либо наоборот он взорвется как это вы мне не доплатили там и обиды и манипуляции пошли и редкий сильный человек который придет к работодателю скажет давайте поговорим на самом деле а что я велась причиной возможно я могу это устранить и мы сможем договориться на нормальное сотрудничество дальше либо же если уже нет возможности договариваться просто скажет извините я стою дороже и уйду и уйдет но при этом он не сохранит в себе обиды вины и там злости на работодателя но большинство людей заваливаются в обидки в манипуляции работодатель козел там и так далее более того вот это вот поведение и работодателя и подчиненную оно провоцируется каким-то скрытым напряжением если она просто так не возникает оно должно возникнуть на диске для того чтобы записался какой-то сюжет а сюжет пишется всегда когда идет выбор именно это программного обеспечения в проработку а выбор идет у человека неосознаваемым образом потому что человек вряд ли это осознает и таким образом подкачивается тот момент где есть напряжение и вот у человека реально есть напряжение связанные с конкуренцией пришел человек а там в коллективе например пришла женщина там одни женщины и начинается у женщин конкуренция жесточайшие чтобы вы понимали женщина даже даже видя другую женщину она в ней сразу видит либо хуже себя либо лучше себя у нее равная себе вариант восприятия отсутствует изначально и поэтому на эту тему есть очень много шуток как женщина может украсить другую женщину как она может и продать изумительную одежду чтобы над второй посмеялись и так далее и это правда вот когда включаются программы конкуренции связанные вот с проявлением человека в социуме то отключается рассудок и человек начинает проявляться не очень хорошо и по отношению к работодателю и между собой в конкуренцию заваливаясь и у него вместо работы появляется игра сторонняя игра поймите нет ни одного работодателя вот эта сторонняя игра как минимум не устраивает да его устраивает конечный продукт и вот благодаря программам конкуренции когда отключается здравый смысл когда включается эго и человек начинает для того чтобы выглядеть статус не в глазах коллег раздуваться 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 потом этот мыльный пузырь лопается он становится таким важным 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 и очень часто человек на этом теряет деньги и потом он говорит то есть он уходит куда-то он взрывается он теряет работу он говорит я все сам в итоге сам его загибается там через короткий промежуток времени и так далее и так далее и так далее эго раздулась и вот этот конкуренция с коллегами проиграна она не нужна была но это все игровые моменты то есть через программы конкуренции абсолютно неосознаваемая человека человеком эго разворачивает те сценарии которые были предложены возможно даже по роду для разворота представляете и достаточно начать отслеживать просто практически отслеживать моменты когда включается конкуренция и уже можно очень много программ у себя выключить но как начать отслеживать когда включается конкуренция когда она идет на инстинкте то есть у женщин самка с самкой однозначно конкурирует помните это всегда это разрушительная сила и реально чтобы две женщины взаимодействовали не не конкурируя это действительно должна быть очень высокая осознанность в противном случае а все равно будет эффект сравнение будет эффекта на лучшее я хуже будет 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 и вот эти вот моменты сравнение себя это момент не признание своей уникальности это момент не уделение внимания именно своей уникальности и своим качеством когда который имеет смысл проявить да вот этот момент он тут же жизнь тебе дает возможность проявиться как уникальный и человек не осознавая вот этой возможности заваливается опять в конкуренцию заваливается 5 не уникальность и потом на что он будет списывать на что он будет пенять на деньги потому что единственное что он способен заметить что он поступил так или не так это финансовый показатель то есть остается вместо осознанность осознанность заменена деньгами интерес заменён деньгами а знаете это как для животных когда ну вот это коза сама зайдет в загон а потом нет ей все-таки кнут нужен, так вот кнут для человека это деньги, для человека спящего, через который пытаются разбудить, потому что именно деньги дергают за момент, надо прокормить семью, надо выжить, надо одеться, не будешь же с голым задом ходить, и пошло надо-надо, вот этот надо, кнут вот этот обеспечивает сегодня деньги в социуме, это совсем не осознанность, так вот ровненько этот же кнут дернет вас из-за программы уникальности, и этот же кнут дернет вас за ваши личные интересы, он же дернет вас через программы конкуренции за ваше эго, для того, чтобы вернуть его в баланс, для того, чтобы игровой диск был наполнен действительно гармонией, сюжетами, которые вы начинаете осознанно выбирать и встраивать в свою жизнь и так далее, то есть ваша пустота начинает заполняться осознанно, у кого-то неосознанно, тогда идут подкачки, а вообще, если брать программы денег и конкуренции, каким образом они связаны, это огромный игровой пласт, огромный игровой пласт, о котором мы еще будем говорить и говорить с разных сторон.